Доброе утро, дорогие друзья! С вами Капля. Мы продолжаем говорить о том, кто мы во Христе. Сегодня я хотел бы поговорить о милосердии и сострадательности. И не только о том, что Бог имеет к нам милосердие и сострадательность, но апостол Павел пишет, что во Христе, опять же это филиппийцам 2 глава 1 стих, мы имеем милосердие, мы имеем сострадательность. И да, мы имеем это, потому что Бог милосерд к нам и сострадательный. Он переживает за нас, Он прощает нас, Он покрывает милостью, и милость Его обновляется к нам каждое утро. Но мне кажется, что речь здесь идет не только и не сколько о том, что мы имеем от Бога, а то, что мы уже получили от Него и чем мы должны были бы делиться с другими людьми. Мне доставляет большое огорчение видеть, как церкви, люди в церкви, они не наполнены милосердием и состраданием. Для того, чтобы верующий человек простил, необходимо приложить максимум усилий, нужно его убеждать, нужно привести доводы, нужно быть очень убедительным, приводя место за местом, проводя с ним словесные дискуссии, целые битвы. Потому что на каждый аргумент он найдет свой контр-аргумент. И ты, общаясь с этим человеком, понимаешь, что он просто не хочет прощать. То есть он не наполнен этим милосердием, он не наполнен этой милостью, он живет по закону. Бог говорит, вы имеете милосердие. Я не верю в то, что человек верующий не имеет в себе милости прощать обидчиков. Я не поверю никогда, что верующий человек не имеет в себе силы сострадать тем, кому сегодня плохо. Потому что это все пришло в нашу жизнь, когда мы приняли Иисуса Христа. Когда мы назвали себя верующим Дух Святой, 5 глава Римлянам, любовь Божья, она излилась в наши сердца. И вместе с любовью пришло милосердие, сострадательность. Я на 100% в этом уверен. И когда верующие люди, они не проявляют этого, я на 100% уверен в том, что они просто не хотят это делать. Но милосердие и сострадание, оно есть в каждом из нас. Поэтому посмотри в свое сердце, посмотри на человека, который нуждается в твоей милости. И найди ее внутри себя. И таким образом ты не просто проявишь милость и сострадание, но ты проявишь Христа. На мой взгляд, это высшая форма служения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!